Я стараюсь особо сильно никому не рассказывать. Надо все-таки учитывать, что у нас до сих пор в обществе есть определенный уровень стигматизации по данному заболеванию. Поэтому не спрашивают, не говорю. Продолжаю жить комфортно и нормально. Дело в том, что до сих пор общество считает, что ВИЧ это удел только наркоманов, либо женщин, оказывающих сексуальные услуги за деньги, либо гомосексуалов. К сожалению, вирус уже давно ушел за границы этой узко уязвимой категории населения. И сейчас заразиться может практически любое и каждое. Поэтому моя задача, когда я общаюсь с друзьями своими, родными и близкими, рассказать и показать, что вирус, он настолько коварный, что он может подстерегать любого на каждом углу. Нужно всегда быть на стороже. И самое главное, опять же повторюсь, использовать любые средства, возможности для предохранения контрацепции, чтобы избежать заражения. Какой совет вы можете дать человеку, у которого такой диагноз? Как не потерять себя? Самый главный совет – это запомнить, что жизнь на этом не остановилась. Жизнь абсолютно продолжает в том же ключе. И самое главное, не нужно забывать об ответственности, которую мы нанесем перед собой, перед своими близкими, перед обществом. Если у тебя нашли это заболевание, нужно быть ответственным. Нужно обязательно проходить лечение и продолжать делать все то, что ты делал раньше. И не переживать, что что-то должно измениться. Все будет так же, как и было. А может, даже еще и лучше. Потому что, соответственно, ты начинаешь меняться. И меняешься, в основном, только в лучшую сторону. Было бы абсурдным не строить планы на будущее. Как и любой нормально здоровый человек. В ближайшем будущем у меня будет семья, будут дети. Соответственно, у меня есть большие и крупные проекты в собственном бизнесе. У меня есть куда расти, как дальше развиваться. Жизнь на этом не остановилась. Я продолжаю идти дальше.